Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Вода – это жизнь, пока вы не упали за борт. Первая проблема – температура. Вода проводит тепло намного лучше, чем воздух. Поэтому, хотя температура воздуха в 25 градусов кажется вполне комфортной. Вода такой же температуры будет слишком холодной. Человек умрет от переохлаждения. В 10-градусной воде гипотермия с летальным исходом наступит менее чем за час. Если температура воды более 28 градусов, то человеку не грозит переохлаждение в ближайшие сутки. Однако появляется другая проблема – осматическое давление. Человеческая кожа в определенной степени водонепроницаема, но длительное пребывание в воде может заставить ее впитывать жидкость и набухать. Соленая вода может «высушить человека и привести к обезвоживанию», а слишком чисто – заставит опухнуть. По причинам, которые не совсем понятны, но скорее всего связаны с осмосом, человеческая кожа начинает разрушаться после длительного погружения в воду в течение нескольких дней. У человека на теле появляются открытые язвы, которые подвержены грибковым и бактериальным инфекциям. Даже если вода будет совершенно стерильна, споры инфекции есть на человеческой коже. Давление воды также ухудшает кровообращение и затрудняет дыхание. Некоторые азиатские страны обвиняются в использовании пытки водой, политических заключенных погружают по шею в холодную воду и оставляют в таком положении примерно на день. Как сообщается, после этого жертвы не могут стоять и шевелиться без боли в течение нескольких недель. У них развиваются постоянные боли в ногах и спине, а также артрит. Неизвестно с чем связан эффект, так как вода скорее всего не стерильна, а ее температура ниже комфортной.